Лидеры коммунистов Хакасии, похоже, отошли от своего вождя. Митинги теперь они проводят на театральной площади. Здесь гораздо заметнее. Впрочем, есть и определенный смысл в переезде к театру. Все больше протесты КПРФ напоминают не борьбу за права граждан, а нелепые постановки. Люди недовольны. Надо прийти и разбираться. В этот раз представители местной ячейки собрали пенсионеров на 30-градусном морозе с намерением защитить строителей, у которых возникли проблемы с расчетами за дома для погорельцев. Сами пострадавшие, по версии КПРФ, здесь же наблюдают со стороны в полном недоумении. Хотят нам чем-то не помочь, я как их понял, но все время строительства, к сожалению, и все время то, когда у нас были проблемы, мы видели там Единороссов, видели, значит, видели Народный фронт там. Но, к сожалению, КПРФ мы за все время это ни разу не видели. О своем намерении провести митинг КПРФ известила заранее и вызвала резкую критику со стороны властей. В эти дни вершина Теи не может справиться с сильнейшим снегопадом, но эта тема для коммунистов не так привлекательна. Вместо митинга вы взяли лопаты и поехали все в Тею помочь своему коллеге. Я сейчас не возглавляю партию, я за каждой партией сейчас буду спрашивать. Сейчас вот эта политкорректность ушла. Взяли власть, отвечайте. Рутся к ней. Места просят. В Верховном Совете, в депутатских корпусах. Ну, никто ничего никогда не хочет делать. Только митинг критиков. Недовольство политикой, а скорее пропагандой, которую ведет КПРФ, вполне объяснимо. Громадный проект стройка домов для погорельцев в Хакасии, пусть и не без минусов, но состоялся. Все погорельцы заселены в новые дома. Разгребать завалы после пожара. Помогать строить добровольцами работать ездили сотрудники всех госструктур, волонтеры. А в чем вклад КПРФ? Такой вопрос коммунистов ставит в тупик. Помогали всем, в чем могли. И морально. Основное, конечно, им надо было и моральная помощь. Этим тоже помогали. Сегодняшний митинг собрал около 50 человек и был непродолжительным. По итогам коммунисты составили резолюцию, которую направят к Геннадию Зюганову. И в правительствах Хакасии. В числе прочих требований коммунисты просят публичных извинений. Они недовольны тем, что их упрекают в бездействии. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.